Приветствую вас. У нас снова, в данном случае, вопрос без вопроса получается. Вот, я его зачитаю. Сейчас он такой, достаточно небольшой. Вот, и еще раз хотел бы продемонстрировать то, что, в общем-то, одним из главных психотерапевтических элементов является именно поднятие вопроса. Причем, совсем не ради ответа. То есть, а именно, тут момент в том, что люди, которые задают вопрос, они, что называется, начинают искать. Они ищут. Это ищущие люди. Люди, которые вопрос не задают, они, по большому счету, ну, как бы остаются вот в такой, ну, модели, скажем так, поведение и в их жизни, в общем и целом, ничего особо не меняется. Вот. То есть, тут, как бы, вот, элемент такой, как мне кажется. И, соответственно, я хотел бы, чтобы автор вопроса, в частности, обратил на это внимание, вот. Но не только автор вопроса, чтобы обратил на это внимание. Ну, и, вот, другие люди, если они будут слушать мой ответ, чтобы они тоже обратили внимание, что в психотерапевтической работе, во взаимодействии с психологом практически всегда, если только мы не говорим о прямой работе с чувствами, то есть, очень важен вопрос, ну, или хотя бы, вот, вопрос важен в, так скажем, первых, первых элементов взаимодействия, да, вот, когда человек только обращается к специалисту. Вот. Вопрос, вопрос, да, то есть, что я хочу, что меня интересует, в чем хочу, в чем хочу разобраться и так далее. Итак, женатый три месяца, я уже думаю о разводе, человек постоянно обвиняет меня во всем, и на мои аргументы, что я не могу быть всегда виновата, выкрутится так, что я все равно виноват, что все равно виновата я. Раньше он, он как-то хотел наладить общение, я сам подходил, можно засчитать попалством, сколько это было. В основном, я всегда первая подходила, я шла на разговор, он говорит, что не хочет говорить человеком, который орет. Думаю, что еще, что там еще мать наговаривает на меня, она всех держит под собой, всегда я указываю, что делать. Раньше не было настолько все плохо, я пытался наладить отношения. Вкладываю также в квартиру, в его квартиру, на этот случай, что я ничего не покупаю всегда. Говорю, что больше меня тратят на еду, хотя сейчас она мало вообще покупает еды, и когда я на это уехал, сразу обиделся. После последней стороны сказал, что чувства пропали и больше не любят. Думаю, что надо с этим всем завязывать, но пока не решать. Итак, если мы пойдем в данном конкретном моменте, в данном конкретном аспекте от общего к частному, то первое, что нам бросится в глаза, это в общем-то обобщение. Очень много здесь моментов, но в то же время человек как будто бы не обращает на это внимание, не уделяет этому внимания, своих сил, своих ресурсов, да, он не уделяет. Ну, например, вот, например, человек говорит, что все плохо, когда было не все так плохо. Что именно не все, что именно не все так плохо было. То есть, здесь вроде бы, вроде бы, понятно, что автор вопроса имеет в виду. То есть, вроде бы, понятно, что автор вопроса говорит про отношения. Вроде бы, понятно, что автор вопроса говорит, что когда отношения были вот, ну, видимо, такими вот более, ну, более хорошими, да, наверное, это в данном случае автор имеет в виду. Но обратите внимание, что уже здесь, в данном аспекте, мы как будто бы должны доказываться о том, что автор вопроса имеет в виду. Понимаете? То есть, мы как будто бы уже здесь вынуждены догадываться. И это, наверное, является первым таким ключевым аспектом, на который бы мне хотелось бы обратить внимание. Потому что, если присутствует, если есть такой вот элемент того, что мы должны догадываться, мы, к сожалению, уже здесь берём больше ответственности за человека, чем, в общем-то, нужно. Так? А человек взрослый, автор вопроса, он ничем не хуже и не лучше нам. Да, он такой же человек, просто он обращается к нам как бы за помощью, вот. Но почему-то, почему-то уже здесь нам предлагается брать эту, брать ответственность больше за человека. Понимаете? Нам предлагается здесь догадываться уже. И вот, на мой взгляд, как раз таки, на это первое мне бы хотелось обратить внимание. Следующее, на что бы мне хотелось обратить внимание. Вы говорите про ссоры. То есть, ну вот, именно вы говорите, да, что вы ссорились, да, с, значит, вот, ну, с мужчиной. Вот. И вроде бы, вроде бы, всё понятно, вроде бы, что вы ссорились с мужчиной. Но, опять же, здесь в чём момент, что из-за чего ссора? Непонятно. Какова ваша ответственность в ссоре? То есть, какой вы вклад внесли в ссору? Да. В данном случае тоже не совсем очевидно. Потому что вы об этом не пишете. Вот. Следующий момент. Вы говорите про свою маму. Про то, что она, там, ну, что-то наговаривает, да, про вас, вот. Или на вас. Что-то, в общем-то, опять же, не совсем в данном случае. Это очевидно. Вот. Вот. И мы понимаем, что, вероятно, вероятно, проблема заключается в том числе нами. То есть, в том смысле, что то, как вы взаимодействуете с сыном своим мужем, это своего рода производная от того, как вы взаимодействуете со своей мамой. конечно, здесь есть нюансы. И, конечно, мы можем ошибаться в этом смысле. Вот. Мы можем быть не правы. Можем быть не правы. Это нормально. Но, опять же, здесь нам, в общем и целом, приходится догадываться. Дальше. Обратите внимание, что человек говорит про свои отношения в контексте того, что, ну, как бы, они женаты. Человек говорит об этом, что они женаты. Но, понимаете, в чем штука? Штука в том, что до того, как вы поженились, у вас были отношения уже какие-то. То есть, вы находились в отношениях с мужчиной. И об этом вы не пишите ничего. Что у вас общего? Что вас объединяло с мужчиной, да? Вот. Вы же выходили замуж за этого человека. Ну, вы выходили и в этом смысле как раз таки вы и стали его женой. Хочется верить, что не случайно. Хочется верить, что вы стали женой его. Потому что, ну, выбрали человека. Этого человека. Понимаете? Вот. А выходит так, что как будто бы и не было ничего. Ну, вот, в этом смысле до того, как вы поженились. Люди ведь не меняются моментально. Это мало реально, чтобы человек взял и моментально поменялся. Такого не бывает. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, это результат определенных перемен. Да, возможно. Определенного развития отношений. Да, возможно. Но это не что-то, что случилось вот вдруг. Это что-то, что происходило вероятнее всего постепенно. Ну, как бы с определенной продолжительностью по времени. Но об этом, опять же, об этом нам ничего не известно. Вы об этом, ничего в этом смысле не говорите. Вот. Понимаете, в чем здесь момент. Понимаете, в чем здесь ситуация. Вот. И, соответственно, то, как складывались ваши отношения. Ну, вот, с мужчиной, да, например. Мы этого не знаем. Вот. В том числе. В том числе. Из-за этого. Из-за того, что вы нам в этом смысле не предоставили информацию. Понимаете, да? Какая здесь история. Какая здесь история. Вот. На это я бы тоже хотел бы обратить ваше внимание. На это я бы хотел тоже, как бы, сконцентрировать, сконцентрировать ваш взгляд. Вот. Потому что мне кажется, что это довольно важно. Мне кажется, это довольно важный аспект. Конечно, только вам решать. Но, если вы обратились к нам за помощью, то я полагаю, что, ну, вот, такую позицию, пускай эта позиция, может быть, кажется вам неверной или, может быть, вы хотите решать совсем другой вопрос, но мы не знаем какой, потому что вы его не задали. Надеюсь, вам это даст почву и пищу для, ну, для размышлений, скажем так. Так. Вот. Дальше. Идем. Значит. Вы пишите про то, что вы вкладываетесь в квартиру. вашего, ну, как бы, супруга. Вот. И не совсем понятно, как вы. к этому пришли. То есть, а, как вы пришли к тому, что, вот, вкладываетесь в квартиру, ну, вашего мужа. Не ясно. Вы же, наверное, как-то, ну, соглашались с этим. Вы же, наверное, ну, на что-то надеялись, вы, наверное, ну, на что-то рассчитывали. Вот. Наверное, вы чего-то хотели, да? То есть, вот эти все ваши, именно, субъективные аспекты, да? Вот. Они очень важны, как мне кажется. И, на мой взгляд, вам об этом имеет смысл вспомнить. Вам имеет смысл вспомнить о том, а где же в этом всем я? Да? Следующий момент. Значит, вы говорите, ну, вот, ну, по факту вы говорите о том, что вам не нравится. Да, вам не нравится, там, ну, словно говоря, как себя муж ведет. Вам не нравится, там, ну, что он делает, и так далее, и так далее, и так далее. Там вас это все, ну, в этом смысле не устраивает. И, как мне кажется, как мне кажется, это нормально, если вас это не устраивает. Вот. Но делать-то с этим, как бы, что вы хотите. То есть, опять же, здесь вы говорите о том, что, вот, ну, я хочу уйти от него, да, но не решаюсь уйти. И почему не решаетесь? Надеетесь, что он изменится. Вот. Или, может быть, там, не знаю, в себя не верите. То есть, как-то вот, ну, сомневаетесь в себе или что-то вроде этого. То есть, что происходит здесь, да, вот. А какую в этом смысле проблему, да, вы пытаетесь решить? Было бы очень здорово, если бы вы на это обратили бы свое внимание. Потому что только так, через вот такой, ну, через такой аспект, да, вам можно помочь. По-другому, ну, вот, это будет просто, ну, там, условно говоря, по-другому это будет, ну, жаление вас. То есть, мы будем просто вас жалеть. Вот. А жалеть, соответственно, ну, жалеть вас я бы не хотел. Потому что, потому что мне кажется, что это, вот, ну, в какой-то степени ничего не даёт. Не вам, ну, никому-либо ещё. Вот. И, соответственно, вот как бы с чем мы остаёмся. Понимаете, да? Конечно, конечно, к вам есть, ну, сочувствие. То есть, безусловно, сочувствие к вам, оно есть. Лично я вам сочувствую. Ну, на сочувствие, как мне кажется, ну, в этом смысле, ну, далеко не уедешь. Нужно, как мне кажется, именно решать, эм, проблему. А какую проблему вы хотите решать, в данном случае, пока не ясно. Ну, я бы сказал, например, вот, ну, сейчас я бы сказал, что, эм, ту проблему, которую вы, вы могли бы решить, это, эм, проблема, допустим, э, ваше нерешительность. Да? То есть, это проблема того, что вы, вот, ну, ну, как бы, э, не чувствуете себя, вот, э, в силах, в силах, э, принимать решение. Вот. И, в этом смысле, в этом смысле, вам можно помочь, то есть поработать с неуверенностью в себе. Можно, 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 можно поработать с отношениями, вот, э, с волшиной мамой, например. Тоже, вполне возможно это сделать, чтобы, вот, ну, отношения с мамой были, э, максимально, возможно, ну, максимально, э, корректно. Вот. Можно в этом направлении поработать тоже. То есть, вам выбирать, вам решать, в каком направлении вы хотите работать. Пока не ясно. Вот как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Да, отношения с мужем. Личные границы. Конструктивная модель общения. Э, гармонизация их. Отказ от, э, ну, отход, не отказ, а отход. От манипулятивных, э, прием, приемов в общении. Э, вообще, э, э, значит, конструктивных. Вот. То есть, выбирайте. Или, может быть, вы выберете все сразу. Выбирайте. Но выберите что-то. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.